Итак, давайте начнем с конца и посмотрим, что же из себя представляет уже законченный проект одной композиции, как это выглядит перед тем, как совершить экспорт в какой-то уже формат, то есть в один трек, в Wave, MP3 и так далее. Трек выглядит вот таким вот образом, вся аранжировка выглядит, и в данном случае я пользовался программой Ableton Live 8 версии, это так называемый секвенсор, то есть там, где происходит вся основная работа над композицией при создании ее с помощью компьютера. Есть еще куча других замечательных профессиональных программ, но я выбрал эту, она мне нравится, я думаю, что она очень удобна, делаю по ней видео. В данном случае слева здесь находятся, справа точнее говоря, основные элементы управления каналами, снизу находится информация об этих каналах, здесь находится браузер для работы с файлами и в центре мы видим основное окно работы. Подробнее о устройстве этой программы мы говорим на звук.ру в различных уроках, курсах и так далее. Сейчас не будем на этом сильно останавливаться. Сейчас мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что, как вы уже видите, создание какой-то более-менее насыщенной композиции, достаточно сложный процесс, и здесь используется очень-очень много различных, видите, каналов, каких-то мелочей и так далее. Причем здесь все еще не развернуто, то есть если мы начнем разворачивать некоторые вещи, то это еще больше все будет выглядеть. То есть при создании электронной музыки человек, который создает, выступает в роли мульти, музыканта, сразу аранжировщика и звукорежиссера и так далее. Поэтому это усложняет все процессы, конечно, это и придает определенный интерес всему, но и усложняет, как вы понимаете. То есть если речь идет об игре в группе, в коллективе, в оркестре, то там каждый выполняет свою какую-то определенную функцию, и дальше ее обычно не выходит. Но здесь эти все задачи ложатся на плечи одного, может быть, двух человек, и поэтому это все усложняет. Поэтому не стоит думать, что написание музыки электронной это очень простой процесс, из-за того, что у нас есть видеоуроки, программы в свободном доступе, какие-то сэмплы, лупы, синтезаторы и так далее. Инструментов куча, да, есть в свободном доступе, и это хорошо, но все равно необходимо обрести достаточно серьезный опыт для того, чтобы получилось сделать что-то интересное. И давайте обратим внимание еще на другие проекты, сделанные в этой же программе. Итак, здесь вы видите уже другой проект, тут, как можно заметить, поменьше уже каналов, но так получилось, что здесь инструментов, в принципе, поменьше, и композиция немного проще в этом смысле, ну и как-то получилось более компактно это все расположить. Поэтому это вот так вот выглядит. Но, тем не менее, тоже достаточно много, больше 20 каналов. Если вы совершенно не видели до этого таких вот законченных работ, то я вкратце объясню. Здесь линия времени, как вы видите, идет слева направо, вот она, ползунок этот идет. Вертикально расположены различные каналы, каждый из которых отвечает за определенный тембр, за определенное звучание. То есть, если я, например, включу партию drums, то вы слышите звучание барабанов, причем не всех, потому что есть, допустим, дополнительные барабаны и так далее. То есть, мы можем отдельно послушать различные звуки, то есть, каждая дорожка отвечает за определенный тембр или группу тембров. Понятно, да? И вот так вот они здесь расположены. В программе Ableton Live вот такие вот кусочки называются клипами. То есть, есть аудиоклипы и миди-клипы. Аудио и миди-информация – это совершенно различные вещи, то есть, различные понятия. Аудио информация – это вот кривая такая вот, которую можно просто взять и послушать. Для ее прослушивания необходим всего лишь компьютер, плеер, какие-то колонки, не знаю. То есть, любой, в принципе, файл музыкальный, который вы слушаете – это аудио информация. А миди-информация – это совершенно другое понимание. То есть, это команды. Они не содержат в себе какого-то звука непосредственного. Это команды. То есть, если я включаю партию барабанов, например, мы видим, что это вот это вот миди-сообщение. То есть, они говорят, что вот в этот момент надо проигрывать вот эту ноту. А на эту ноту мы можем назначить все, что угодно. И в данном случае с помощью встроенных программ Ableton Live инструментов мы назначили на эту ноту удар бочки, например. То есть, низкочастотного барабана. То есть, сама по себе миди-информация без ее назначения на какие-то инструменты она в себе ничего, кроме команды, не несет. То есть, звука она в себе не содержит. И, соответственно, ее вес в байтах значительно меньше. То есть, если бы весь трек был сделан из миди, то проект бы весил бы очень мало. Но это так, как бы для справки. В целом, просто это глобальное отличие аудио и миди-информации. И когда мы занимаемся созданием электронной музыки, нам приходится работать с обоими форматами одновременно. Здесь при создании этого трека использовались совершенно различные инструменты. Об инструментах, которые используются для создания электронной музыки, мы поговорим в следующем видео. Я расскажу о своих каких-то инструментах. Но в целом, хотелось бы также обратить ваше внимание на то, что не стоит полагать, что электронная музыка пишется каким-то одним способом. То есть, вы вот сейчас увидели, что у меня вот так выглядит, значит, все так надо делать. Это совершенно не важно. Вы видите, что я показал, допустим, два своих... Секундочку. Я показал два своих проекта, и они уже выглядят по-разному. Если я буду показывать еще другие свои проекты, они будут тоже выглядеть совершенно иначе. Но давайте посмотрим еще на какой-нибудь. Здесь мы видим уже совершенно другой проект мой же. Другая стилистика и немного другой подход там был при написании. Вот я разворачиваю все подгруппы. И здесь вы видите еще больше каналов. 42 канала, да, используя. 42 канала, да, используя. Ну, не пугайтесь, этому всему можно научиться, в принципе, за достаточно короткий срок. И в этом видео мы поговорим о том, как можно наиболее эффективно прогрессировать в этих направлениях. Но все равно придется приложить немало усилий для того, чтобы добиться какого-то мастерства. Потому что вы видите много очень мелочей. И, в принципе, вся важность, она как раз в мелочах. Итак, давайте я немного внесу ясность, как бы, в этот проект, который я показываю. Здесь есть несколько подгрупп. Есть подгруппа ударных. Вот здесь более сложная, да, например. Партия уже идет. Есть подгруппа вирус называется. Это я использовал внешний синтезатор. Сейчас он, вы видите, каналы деактивированы, потому что здесь было управление по MIDI. И когда я все уже согласовал все партии, я перевел это все в аудио. И теперь это лежит вот эти зеленые дорожки. Это как раз все с внешнего синтезатора, так сказать, bounce был произведен. То есть скидывание, перевод партии, да, из MIDI в аудио. Вот видите, то есть я записал все одной дорожкой, потом все тут подредактировал. Какие-то места, которые мне захотелось немного изменить. Закрываем эту подгруппу, закрываем эту подгруппу. Идет подгруппа FX, то есть различные эффекты, атмосферы. Вот можно услышать такие вот звуки, всякие разные. Ну и все, собственно, вот и весь трек. И когда все это вместе звучит, получается вот такое вот звучание. Также присутствует мастер-канал. Если вы не знаете, что это такое, это суммирующий канал, то есть на который поступают сигналы со всех этих каналов. Там тоже порой делается определенная обработка. Но об этом мы уже поговорим позже в видео об этапах работы над композицией. В этой композиции были использованы как внешние синтезаторы, вот здесь вот вирусы, да, вы видите, так и встроенные в программу Ableton Live, например, оператор и так далее. Думаю, что здесь есть еще где-то синтезатор Silent. Я в тот раз, по-моему, где-то им пользовался. Но опять же, об этом мы уже поговорим позже. Основное ваше внимание хотелось бы сосредоточить на таком моменте. И еще раз, еще раз об этом сказать, что не стоит полагать, что музыка создается электронной одним способом. Видите, я вам показал уже три композиции. И в целом, хоть я их создавал и сам один, то все равно все это даже внешне как-то отличалось. Во-первых, это было создано в разные периоды времени. Во-вторых, это разные стилистики какие-то. То есть, соответственно, если мы возьмем разных людей, то у них уже большие отличия будут в их аранжировках, организации самого проекта, подгруппы. То есть, большая ошибка начинающих музыкантов, то, что они пытаются уловить, кто каким инструментом пользуется, для чего. Это не очень важно на самом деле. Можно совершенно разными инструментами получить похожие и разные звуки. Стоит больше обращать внимание на какие-то узкие приемы, фишки, на мелочи, на работу с мелочами различными и так далее. Ну что ж, наверное, все в этом видео. И в следующем видео мы уже поговорим непосредственно об инструментах для создания таких вот композиций. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»